Мы вчера по Божьему плану шли, да, тысяча лет за один день. И мы, помните, говорили, что началось Средневековье с падением Западной Римской империи, да, и закончилось Средневековье с падением Восточной Римской империи. И падение Восточной Римской империи, это падение Константиновской в 1453 году, ну, мы округляем до 1500 года. Потому что вскоре после 1500 года происходит еще одно величайшее событие в истории человечества. Мартин Лютер, да, опубликовывает свои тезисы, да, и начинается реформация. Ну, чтобы вы понимали, это не было постепенно таким быстрым временем, как говорит Сара. Абрам говорит, у нас Новый год, завтра встаем, средние века заканчиваются, начинается новая жизнь. Как вы думаете, какие века были более паршивыми? Средние века или которые потом посредние? Потом. Да, потому что следующие века были еще худшие. И самым худшим в истории человечества, и самым худшим, наверное, в истории евреев был 20 век, да. Ни в один век не было уничтожено столько людей, сколько в этом веке. И если мы говорим, допустим, об испанской инквизиции, да, мы знаем, что инквизиция организовалась в 13 веке. Вообще, в начале инквизиции организовали как средство для подавления ереси катаров, да. Но, смотрите, из знания евреев из Испании, это какой был год? 1495 год. Так, что конкретно все страшные вещи, которые делала инквизиция, как видите, это уже приходилось, можно сказать, после 1500 года. Да? С другой стороны, протестантизм и Мартин Лютер, как вы думаете, протестанты, они очень любили евреев? Нет. Нет, они были страшными антисемитами, да. Поэтому вот эти все вещи, которые послужили потом фундаментом для Холокоста, да, они закладывались еще в то время. Поэтому мы сейчас больше сегодня, в сегодняшний день, уделим внимание антисемитизму. Вообще, я думаю, что это может быть отдельная тема, и будет у вас отдельная тема. Но говорить о евреях и не говорить об антисемитизме, вы сами понимаете, да, это, можно сказать, что ничего не сказать. Вот здесь у меня есть хроника событий, о которых мы говорили в прошедшем и немножко дальше. Если вам интересно, можете записать. Некоторые даты вы обязательно должны знать, да, некоторые даты желательно знать. Значит, 70-й год нашей эры, разрушение Иерусалима, вы помните, и миллион сто тысяч евреев были убиты, и девяносто семь тысяч евреев были отданы в рабство. Иудаизм объявлен вне закона. Сто тридцать второй, сто тридцать пятый годы, вы говорили, это что? Восстание Бар-Кохбы. Сто тридцать пятый год, вы запомните эту дату, да? Начинается планомерное искоренение еврейских традиций. Тридцать пятнадцатый год Константин Великий делает христианство государственной религией, и триста... какой год первой Никейской? Тридцать двадцать пятый год. Значит, триста двадцать пятый год, это тоже дата, которую вы должны запомнить, да? И чем известен Никейский собор? Да, она не просто была заложена, фундамент тоже был, да? Но это уже стало политикой церкви. Официальной политикой, значит, антииудейская теология стала официальной политикой церкви. В дальнейшем были преследования евреев. Ну, это можете просто послушать. В 379-395 году Феодосий убрал евреев со всех ключевых и почетных постов и начал разрушать синагоги. В 613 году первое преследование евреев в Испании. И те евреи, которые отказались принять крещение, были вынуждены покинуть страну. В 628-638 годах король Дагаберт изгнал всех евреев из Франции. Потом было еще одно изгнание. Дальше. 632-633 год. Кто хочет, может записывать, кто хочет, может просто послушать. Я вам буду говорить, какие важные даты, да? Значит, в 632-633 год римский император Геракли под страхом смерти вынудил евреев в Езотийской империи принять крещение. В 795-816 год папа Лев III начал проводить публичные диспуты между евреями и христианами. В 795-816 год папа Лев III начал проводить публичные диспуты между евреями и христианами. Как правило, заканчившиеся насильственные обращения евреев к христианству. Ну, вы знаете, до 1000 года какая была политика в отношении евреев? Евреев нельзя было ни казнить, ни насильственно обращать в христианство, да? Они должны служить примером того, как отступники должны жить плохо. Естественно, евреям не должны были давать никаких постов и так далее. Значит, 1012 год. Генрих II из Германии знал еврея из Манса. 1096 год. Не обязательно постарайтесь запомнить эту дату, да? 1096 год. Первый крестовый поход, да? 1090. В 1996 году крестовых походов не было, насколько мне известно. Значит, 1096 год. Да? Первый крестовый поход Германии. Было только в городах, расположенных вдоль Рейна, убито 12 тысяч евреев. И евреев с этого момента стали считать врагами, да? Потому что они христоубийцы. Мы должны занять Иерусалим. Но пока еще дойдем до Иерусалима, надо по дороге что? Перебить всех евреев, да? В 1099 году крестоносцы вошли в Иерусалим и перебили живших там евреев и мусульман. Там были и евреи, и мусульмане, и христиане. И когда вошли в город, то один спросил руководителя крестоносца, как нам отличить своих от чужих. Вот. Они сказали, убивай всех подряд. Бог разберется. И убивали всех подряд. Говорят, до конских бабок, да, была, текла кровь. Текла кровь. Евреи собрались в синагоги. Вот. А крестоносцы подожгли синагогу и ходили с крестным ходом вокруг синагоги и пели «Мы любим тебя, Христос». Да. Значит, вот, запомните, 1096 год – это уже начало таких вот тяжелых еврейских вещей. 1099 год крестоносцы в Иерусалиме уничтожают. Так, 1113 год, постарайтесь запомнить эту вот дату, да, 1113 год, еврейский погром в Киеве с последующим изгнанием евреев. Какой князь был? Владимир Мономах. Да, тяжелая эта шапка Мономаха, если трудно запомнить, значит, Владимир Мономах. И уже летописец в 1126 году сказал, что в Киеве нет ни одного еврея. И когда монголы взяли Киев и уничтожили до единого всех жителей Киева, там не оказалось ни одного еврея. Евреи все оказались в городе Новгороде, да? Вот. И когда на Новгород шел Субудай или Шабатай, значит, вдруг от какого-то камня, там сейчас этот крест стоит, повернули монголы назад. И никто не знает, почему повернули. Некоторые говорят, что там, мол, болото, но монголы никогда не делали набеги летом. Они делали набеги только зимой. Им как раз было выгодно. Монгольские лошади выкапывали из-под снега пищу, и реки замерзали, так что никаких болот там не было. Скорее всего, делегации евреев в Новгороде пошли и сказали, ты, Субудайчик, до кого ты доезжаешь? Тут же всех свои люди. Дали, соответственно, сыщие ему деньги, и все. И евреи... Монголы евреев не преследовали. Более того, на монгольских деньгах находят трезуцы, изображение Маген Давида и даже надписи на еврите. Помните, что монголы первые вели налоговую инспекцию и бумажные деньги. Так что евреям было тогда неплохо. Но 1113 год, запомните, 1-1-1-3, да? Да. 1121 год евреи изнаны из Фландрии, то есть современной Бельгии. Им было запрещено возвращаться и отказано снисхождение до тех пор, пока они не признают свою вину убийцы Иисуса и не раскаются. 1130 год евреи Лондона должны выплатить компенсацию за миллион марок за поставленную и в вину убийство больного человека. 1145-1153, да? Второй крестовый поход. Евреи купили себе защиту, но были преданы чернию. 1170 год, третий крестовый поход. Против евреев был видуинов, помните, мы говорили, кровавый навет, да? И началась резня. Вы помните, какой из евреев был убит и конфискован его имущество? Как его фамилия? Линкольн, да? Линкольн. 1198-1216 год, четвертый крестовый поход. Папа Иннокентий III потребовал христианских правителей, чтобы те принудили евреев искупить грех богоубийства. 1290 год, знание из Англии. Можете отметить. 1290 год, из Англии. 1306-й и 1322 год, из Франции. 1306-й и 1332 год, из Франции. 1370 год. Евреев в Брюсселе обвиняют в том, что они осквернили тело Христова. Это так называемый навет гостей, да? Был кровавый навет, то, что евреи убивают младенцев и пьют кровь на Пасху. И еще, что они издеваются над гостей, то есть над причастием, да? Хлебом вот эти причастия. Колят его, и после этого якобы выступает кровь и так далее. 1391 год. Гонение в Испании. И евреи в Севилье. И в 70 других городах подверглись жестокой резде. 1394 год. Второй указ об изнании из Франции. Видимо, не все еще евреи уехали к тому времени. 1478 год. Испанская инквизиция. Именно начинает действовать в Испании против евреев. И первоначально, что евреев уничтожает? Их принуждает, да, принять христианство. 1478 год. 1492 год. Уже изнание евреев из Испании. 1492 год. Изнание евреев из Испании. 300 тысяч евреев покинули Испанию без малейших средств к существованию. Многие из них поселились в мусульманской Турции, где их приняли с терпимостью и пониманием. Чтобы знали, что в то время ислам очень хорошо относился к евреям. Ну, не настолько хорошо, чтобы сделать их выдающимся. Я не знаю, но видите, многие пробивали себе пути, находили это. Потому что у евреев и мусульман не было такого противоречия. Правда? И те поклоняются единому Богу. Ну, некоторые правители иногда более жестокие проводили против евреев мероприятия. Заставляли евреев одевать почему-то желтые, да, а христиан голубые. Поэтому я говорю, что Украина – это место, где живут евреи и христиане. Правда? Ну, в общем, более и менее жили так неплохо. Это уже в 20 веке ислам вот такой стал против Израиля. Почему? Я говорю, образование государства Израиля на территории исламу произошло. Эта территория принадлежала исламу, а ислам не может отступать. У них такая теория, что ислам должен постоянно находиться в состоянии войны, джихада, да? А мир – это нормальное отношение? Для исламу. Не нормальное. Мир, возможно, только в тех случаях, если ислам недостаточно силен, чтобы захватывать новые позиции, да? Вы помните, что евреи дали несколько пощечин, да? Несколько пощечин. 700-й год по 730-й год. Война на Кавказе, мы говорили. Второй такой, это, видите, во Франции. Но, правда, там не евреи. Мартелл не был евреем, насколько мне известно. Но там остановили, да? Вот. Такая третья пощечина, которую получили в мусульмане, это 1685-й год. Это уже времена Петра Первого. Петра Первого был такой молодой. И юный октябрь впереди, да? Это был еще один Яков Шабосский или Ян Собеский. Так как это был, скорее всего, еврейского происхождения, и он был польский генерал, он был польский генерал, то я думаю, что, скорее всего, там караимы руку приложили. И когда я увидел портрет Якова Собесского, вот, значит, мы эту штуку снимать не будем. Подстригите меня в кружочек, 100%. Яков Собеский. Да, наш человек. И в то время турки осадили Вену. И не было никакой возможности, вы помните, турки постоянно проводили экспансию. Они захватили часть Чехословакии, они захватили почти что всю Венгрию, они захватили Румынию, они захватили Балканы. И войска Собесского, Шабосского, которые пришли на помощь австрийцам, были тем решающим переломным моментом. В честь этого евреи Австрии стали печь бублики, которые назвали бэгглс. Я думал сначала, вот там приезжают, кто там. Да, Либер приезжал, все, обещал, что угостить бэгглсами. Думаю, что за бэгглсами. Вот смотрел, это обыкновенные бублики. Мы когда с вами будем разбирать о хлебном приглашении, так вот, хлебное приглашение, оно, скорее всего, имело форму бублика, потому что это кольцо, да? Кольцо – знак завета. И тесто, я вам буду рассказывать, как это готовилось, тоже обливалось кипятком, а затем вот так поджаривалось на сковороде. То есть, одесская бубличная и московские баранки – это еще лимиты в храме делали. И в честь победы, и в честь победы, евреи сделали вот такое замечательное изобретение. Бублик, да. Тоже, видите, свадебный калач, колац, да? Коляц, кола. Это что, круг? Кола, колесо. От этого он тоже имел именно такую форму, тоже еврейской традиции. Хлеб и соль, вы знаете, что это еврейская традиция? Хлеб и соль в память о храме – это тоже еврейская традиция. Но не украинцы? Ну, я вам говорю, украинцы столько времени жили с евреями, что трудно сказать. Да, еще одни из кандидатов, еще один из кандидатов на колено Израиля – это молдаване. Здесь есть молдаване? Да, есть. Есть, ну вот. Ну, у меня жена полумолдаванка, полуполька там. Так сказать, Решенко, Журавский всякий. А еще, и еще, то ли Ковальский, то ли Коваленко, то ли Ковали. Тоже какая-то польская такая вот фамилия, родственники там. Ну, так Бениамин из Туделлы, который ездил в Иерусалим, он ехал через Молдавию. И сказал так, что на территории живут дикие племена. Называют они себя валахи. И они заявляют, что они потомки евреев, носят еврейские имена, занимаются в основном грабежом, потому что живут бедно, занимаются грабежом проезжающих путников. Причем, если, значит, не евреи им попадаются, они грабят и убивают. А если им попадаются евреи, они только грабят и отпускают их. Потому что говорят, что сами евреи. Вот так. Так что валахи, это вы помните предки Молдаван, да? Валахия. Область Молдавания и Рубына. Вот там где-то. При Карпатии, да? Хорошо. Значит, 1492 год из Испании. Вот. 1497 год из Португалии. 1526 год. В Венеции создается первое гетто. Так. 1526, первое гетто, созданное в Венеции. По крайней мере, у меня такая стоит дата. Так. Значит, смотрите. И это, где это? Уже средние века или это уже новое? Да, еще средние. Ну, 1500. Мы уже по новой классификации даем, да? То есть, видите. 1542 год. Мартин Лютер написал работу о евреях и их лжи. И он назвал евреев дьявольским отродием. Да. 1542 год. Да. 1670 год. Евреи изгоняют из Франции. Сколько раз оттуда изгоняют евреев? И все время изгоняют, они все время там оказываются. Вот. Хорошо. Мартин Лютер, это о евреях и их лжи. И он конкретно называет евреев дьявольским отродием. 1794 год. 1794 год. Введены антиеврейские законы на Российской империи. 1794 год. Вот это черта оседлости. Если вас интересует, у меня подробно есть выписка всех этих законов. Ну, так как часть евреев какая-то должна быть, все-таки были врачи, адвокаты, то им разрешается по особым спискам все-таки проживать в некоторых городах России. Ну, вот это создается огромное такое гетто. И много евреев покидает, сотни тысяч евреев покидает Россию. 1846-78 год. Ограничения, касающиеся евреев в Ватикане, еще более ужесточены Папой Пьем IX. Да. 1903 год. Ну, вообще погромы России начались с 1881 года. Но 1903 год, они приобретают особо ужасный характер. Это знаменитый Кишиневский погром, погромы в Одессе в 1905 и последующие. И с этого времени всего где-то в Америку приезжает около 4 миллионов евреев. Более 2 миллионов евреев приезжают из России. То есть покидает евреи Россию. 1903 год. Это Кишиневский погром. 1933 год. Начало преследования евреев в Гитлеровской Германии. 1933 год. Начало преследования евреев в Гитлеровской Германии. С 1933 по 1945 год, вы помните, уничтожено было сколько евреев? Около 6 миллионов, да? По официальным данным. Многие до сих пор хотят как-то занизить это или сказать, что Холокоста вообще не было. Вот так что есть, знаете, типа такого. Вот Чингисхана, ребята, не было. Баты, это был Александр Невский. Это его второе имя и так далее. То есть есть много различных таких историков, которые пытаются очевидное сделать невероятным. Но в действительности никуда 6 миллионов эти не могли деться. И вот 1938 год. Хрустальная ночь. Криштальнахт. 1938 год. Запомните эту дату. Криштальнахт или Хрустальная ночь. Этого времени евреев конкретно начинают сильно преследовать. До этого евреям разрешали еще выезжать из Германии. С 1938 года все евреи обязаны были зарегистрироваться, носить желтую звезду. И их начали отправлять в концентрационные лагеря. Но еще пока о массовом уничтожении евреев не шло речь. Концентрационные лагеря заставляли строить автобаны знаменитые. То есть нужно было массу людей занять какой-то работой. Но уже с 1941 года их уже начинают уничтожать. И с 1942 года Веймерская конференция. Но в действительности с декабря 1941 года начинается уже массовое уничтожение евреев. То есть конкретно уничтожение. Ни за что. Их не за политические убеждения, не за религиозные убеждения. Только за то, что они евреи. И продолжается до 9 мая 1945 года. И вот посмотрите. Многие христиане находятся под гипнозом. Того, что великая скорбь это пророчество в отношении церкви. Вы знаете, что христиане много на себя взяли пророчеств, которые не относятся к ним. Есть пророчество относится к церкви и к Израилю. Есть пророчество относится только к Израилю. Есть пророчество относится только к церкви. И мы не знаем точность. Потому что когда Иисус говорил о великой скорби, вы знаете, не плачьте, плачьте по детям вашим и так далее. И когда писали о великой скорби, тогда евреев, христиан было много. Поэтому к кому это обращалось в проповеде великой скорби? Евреев, да? Я не говорю, что не будет преследования христиан. Я еще раз, не думайте. Все имеет склонность повторяться, правда? Но для евреев великая скорбь, вот там посчитаны по дням, говорят, что будет продолжаться сколько? 7 лет. Считайте, с 1938 по 1945 год сколько? 7 лет. Из декабря 1941 года, тогда начинается первое массовое уничтожение евреев, до 1945 года, май, сколько проходит? 3,5 года. То есть точно по пророчеству. Я еще раз говорю, что я не отрицаю, что могут быть гонения против церкви, но если исходить из сроков, то как раз это совпадает. Да. Хорошо. Основоположниками семитизма мы говорили, отцы церкви были, да? Отцы церкви. Вот что они, например, писали. Святой Агустин. Обрицание по плоти, которое от Авраама было дано знамение того, что вы можете быть отделены от других народов и от нас, чтобы вы одни страдали, так как вы справедливо страдаете сейчас, чтобы земля ваша была опустошена, а города погибли вы в огне, чтобы пришельцы ели плоды ваши при вас, и чтобы ни один из вас не мог зайти в Иерусалим. Вот Агустин. Иудаизм является извращением, в действительности образом еврейского народа является Иуда. Гиппокрит такой был. Несчастье постигнут их веки в будущем за неповиновение, наглость, проявленный ими князю мира. Ориген. Их отвержение Иисуса стало причиной нынешних бедствий и знаний. Мы можем сказать с уверенностью, что они никогда не будут восстановлены до прежнего уровня, ибо они совершили самое греховное преступление, устроив заговор против Спасителя. Но, наверное, он не считал 11 главу Римлянам. Правда, Римлянам? Не знаю, что он читал. Святой Григорий. Иуея является убийцами Господа, пророком, врагами Бога, богоненавистниками, противниками благодати, врагами веры своих отцов, приверженцами дьявола, отродьем ехидны, насмешниками с помутившимися разумом, отродьем фарисейским, сборящим демонов, грешников, бездранствовавших, побывающих камнями, ненавистниками добродетели. Иероним. Змеи и ненавистники всякого человека, их образ Иуда, их псалмы и политвы подобны крикам ослов. Иоанн Златоуст. Мне известно, что многие люди высоко ценят евреев и считают их образ жизни достойным уважения в настоящее время. Именно поэтому я стремлюсь корнями вырвать это фатальное представление. Место, где выставлено на показ блудница, является публичным домом. Более того, синагога не только публичный дом, но и театр. Она также является логовом воров, убежища диких животных, не просто пещеры дикого животного, но пещерой нечистого дикого животного. Знаете, как говорят, повалили его там евреи перед синагогой, накидали ему талит на голову, и он кричит, синагога это публичный дом его под ребра. Нет, это, говорит, сборище животных ему по почкам. Да еще и диких животных, да? У вас же не себе представить такую картину, да? А кто-то сидит, это и записывает, да? По фотографии. Ну, иктофон, правильно. Когда животные не подходят для работы, их отбраковывают для того, чтобы зарезать. Именно этого заслуживают евреи. Признав себя непригодными для работы, они стали готовы к смерти. Поэтому Христос сказал, а врагов моих нежелающих, чтобы я правил, над ними приведите сюда и убейте передо мной. Что-то я не помню, когда это Христос сказал. Но, по крайней мере, Златоуст так считает. И в 1223 году Папа Георгий IX издал специальную булу, призывающую к истреблению всего дьявольского. Фома Аквинский тоже был против евреев. И когда было издано «Молот ведьм», вот там был специальный раздел с подзаголовком «Пособие, как пытать и казнить евреев». То есть, конкретно было все это написано. Так что Гитлер, вы видите, он написал в свой камф, «Я верую, что действительно в соответствии с волей всемогущего Создателя, тем, что защищаю себя от евреев и борюсь за Господнее дело». Вот такое. Вот Торквимада, можете посмотреть его фотографию, этот портрет. Потом Торквимада. Торквимада, да. Он тоже, значит, несмотря на то, что ибил еврейские корни, да, он обвинял евреев. И в 1482 году в Испании вводится взрослая инквизиция, возглавляемая Томасом Торквимада. Сначала инквизиция занимается насильственным крещением евреев, затем уже крещеных евреев все равно продолжают обвинять в том, что они евреи. Дело врачей тоже, ничего нового нет. В 1445 году в Толедо там были пороховые взрывы на улицах во время праздника и видели, в кавычках, как евреи разбрасывали железные капканы. А также в этом же году евреев обвинили врачей и аптекарей, якобы того, что они отравляют христиан. Видите, ничего нет нового. То, что Сталин, то, что Гитлер делал, то это все уже было. Все это уже было. Можете записать. Всего в Испании, Португалии и их колониях было приговорено к различным наказаниям 350 тысяч человек. 32 тысячи были сожжены на кострах. Значит, 350 тысяч человек прошли, да, через инквизицию. Большинство из них были замучены. А 32 тысячи были сожжены на кострах. Весной 1497 года, в первый день Пасхи, когда евреи собрались в Лиссабонском порту, король решил окрестить их. Он приказал внезапно напасть на них, отнять детей моложе 14 лет и насильственно крестить их. Очевидец происходящего, епископ Кутины, рассказывал, «Я видел, многих улаки за волосы купели, как отцы с криками ужаса, обращаясь в свет за детьми, и в алтаря вопили против этого бесчеловечного насильственного крещения. Я видел еще много неверазимо ужасного, что творилось над ними. Многие родители тут же убивали детей и себя. Другие не могли перенести мысли о разлуке, скрещенной детьми, и ради них крестились сами». Вот так решался вопрос еврейский за 500 лет до Гитлера. За 500 лет до Гитлера. Так, вот у меня здесь карты. Оседлость, счеты оседлости. Вот здесь записи о законах, которые принимала Россия. Можете посмотреть в свободное время. Ну, Мартин Лютер любил евреев? Да. Мартин Лютер страшно не любил евреев. И он был фактически идеологом. Идеологом, да? Холокоста. Фактически он говорил, что против евреев нужно применить определенные меры. Можно применить определенные меры. И эти меры почему-то с точностью совпали с тем, что делал Гитлер. Гитлер. Да, сейчас у меня. Сейчас я вам точно прочту, к чему призывал Мартин Лютер. Наоборот, да? Вот, Мартин Лютер. Вы помните, он... Мартин Лютер первый применил. Три тезиса таких главных. Это соло, да? Соло Библия. Соло Ишуа. Только Библия. Только Иисус. Только благодать. И в 1517 году он завершил основное изложение протестантизма. Вы помните, что Лютер первоначально как? Был за евреев или против евреев? Он был за евреев, да? Он вначале говорил, что евреи – это хорошо, просто евреи не приняли Иисуса, потому что им не того Иисуса проповедовали. Но вот того Иисуса, которого я проповедую, да, они точно примут. Да, но, к сожалению, Мартин Лютер разочаровался в евреях. Итак, началось Мартин Лютер и его годы жизни с 1333 по 1546 год. В 1523 году он написал конфликт «Этот Иисус был рожден евреем». И там написал «Если бы я был евреем, а такие твердолобые идиоты проповедовали христианство, я скорее стал бы свиньей, чем христианином». Однако он выдумал впоследствии восемь требований против еврея. Можете записать. Первое – сжечь все синагоги. Первое – сжечь все синагоги. Второе – разрушить все еврейские дома. Сжечь все синагоги. Второе – разрушить все еврейские дома. Третье – конфисковать все еврейские книги. Четвертое – так, первое – сжечь синагоги. Второе – разрушить еврейские дома. Третье – конфисковать все священные книги. Четвертое. Под страхом смерти запретить равенному обучению. Пятое. Пятое. Запретить евреям путешествовать. Шестое. Конфисковать еврейскую собственность. Так. Седьмое. Заставить евреев заниматься физическим трудом. Все это Гитлер сделал, да? Седьмое. Заставить евреев заниматься физическим трудом, естественно, в концлагерях, да? Вот. И восьмое. Если это не дает эффекта, что сделать евреев? Уничтожить их все, да? Абсолютно все то же самое сделал Гитлер. И на Нюрнбергском процессе Юлиус Штрайхер, помните, мы говорили, который говорил, что? Что там? Пуриюшпиль говорил, да? Юлиус Штрайхер, он заявил, что не говорил о евреях ничего хуже того, что было сказано Лютером. Да? Что он не говорил о евреях ничего хуже того, что было сказано Лютером. Вот такой был человек. Вот так он любил евреев, да? А как вы думаете, ну, в Украине евреев любили? Вот сейчас мы перейдем к Богдану Хмельницкому, да? Он любил? Да. Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий ненавидел евреев, возможно, потому что у него тоже немножко было еврейской крови. Вот я заметил в истории, чем больше еврейская кровь, тем больше хулитель и уничтожает евреев, да? Видимо, у того, у кого мало еврейской крови или нет ее, но сейчас, наверное, нет таких людей, у которых нет еврейской крови. Я давал по исследованию, там у меня листочек был, да? Что все европейские евреи произошли, значит, от двух женщин. Причем они жили в двух разных местах. То есть это доказывает, что европейские евреи имеют два корня, да? Помните, мы говорили, от евреев Римской империи, через Германию, и второй от тюркской крови. Вторая группа, это характерно для тюркской крови. И были в городе Немирове в один день убиты 6 тысяч евреев. Украинские казаки, женщины, разрезали живот, тут же заживали в него живую кошку, которая разделала кохтями внутренности. Или вешали на одном дереве католического священника, польского пана, еврея и свинью. Как бы так вот, калаш такой, да, чтобы все видели, да? Страшные вещи. Еврейских младенцев насаживали на пики, жарили над огнем, а потом заставляли родителей есть мясо этих детей. Если они отказывались, их, значит, резали, подвергали разным страшным пыткам. Поэтому практически евреев в той территории, которую Богдан Хмельицкий занял, вот, евреев не осталось. Было уничтожено. С 1648 год по 1658 год, примерно 10 лет продолжалось восстание, не менее 100 тысяч евреев. Даже, говорят, до 170 тысяч. Ну, во времена Богдана Хмельицкого уже часть Украины принадлежала к России. Вот, а где-то вот, я вам показывал границу, да? А западная часть, причем не западная Украина теперешняя, а западная Днепра, да? Она принадлежала же в Посполитой Польской. Южная граница, это город Балта был. Ну, я еще раз говорю, что Украины, как самостоятельное государство, не существовало. Он пытался создать нечто, быть диктатором, одного из их сыновей, у него делало несколько, сыновей Юрия, кажется. Он выдал замуж за дочь молдавского господаря, чтобы таким образом создать династию. Ну, он так и не смог создать династию. А почему Украина признала украинским героем, если Украина тогда не пахла? Вот, в эти времена Украина, Украина, это называлось только Казахской области. То есть, действительно, это та часть, которая находилась у края. Да, такого Украины не было. Да, после присоединения к России, да, возникло понятие Украина и возникло понятие Малороссии. Да, Малороссия, как противопоставление Великой России, да. Великая и Малая, там и Белая Руси, и Гусария была у царей в титул. Если он был преследователем из Малороссии или из Польши? Значит, еще раз говорю, у него была польская кровь, татарская кровь, вон невозможно, что я говорю, карагимская кровь. Этот человек четыре раза менял свою религию, был католиком, униатом, мусульманином и православным. Кому вы хотите его отнести? Относите к кому хотите, я не знаю. Вот, это был такой человек. Кстати, потом, после его смерти, через некоторое время, его в могилу осквернили, выкопали труп из могилы, сожгли труп и развеяли по ветру. Ну, если у меня более подробно о нем, о его сыне Юрии различные, я просто сейчас нет у меня времени об этом говорить. И буквально через сто лет, это уже в цивилизованное время, уже вторая половина, да, 18 века, когда происходит свобода, равенство, братство, по всей Европе прокатываются лозунги, происходит страшная уманская резня. Да? Вы помните, страшная уманская резня. Вот, и еврею Умани почти полностью уничтожают. Ну, правда, Екатерина II наказала восставших, но все равно ничего хорошего нету. И теперь возникает такой страшный кризис иудаизма, да? Страшный кризис иудаизма. Что же делать евреям? Правда? Что же делать евреям? Значит, мы видим, что ни реформация не дала ответ, нет, вот, и появляются различные группы, появляются различные группы, о которых мы будем сейчас говорить. Первая группа, она связана конкретно с реформацией, потому что во время реформации происходило движение, так называемых, иудействующих или жидовствующих. Слышали о таких, да? Оно сохраняется и сейчас, это движение. Второе движение – это движение лжемессий. Многие увлеклись лжемессиями, да? Наиболее известными лжемессиями были Давид Раубени, Шабатай Цви и Яков Франк. Третья группа решает вопрос, так, хасидизм, да? То есть, лжемессийский иудаизм зашел в тупик и ищет новых отношений с Богом, возникает течение хасидизма. В то же время, да, в Германии возникает другое течение, которое называется реформированным иудаизмом. И позднее возникает такой, ну, как бы, компромисс, да? Компромисс, консервативный иудаизм. Некоторые евреи вообще решают, что никакая религия уже евреев удовлетворить не могут. Они разочаровываются во всех религиях, да? Мы поговорим о двух таких евреях. О Уриэле Лакости и Барухе Спинозе. Помните, я вам говорил, что ряд происходит религиозных войн. Фактически, видите, протестатизм, да, протестатизм. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вы знаете, с одной стороны, протестатизм, это было хорошо, потому что люди начинают интересоваться Библией, переводятся Библии на языки, да, народов. Но, с другой стороны, протестанты не занимаются евангелизационной деятельностью. Чем занимаются протестанты? Протестанты бьют католиков. Католики бьют протестантов. И вот начинается с 1517 года до 1648 года, да, страшный период религиозных войн. А с 1648 года тоже можно сказать, что религиозная война, но она перекидывается против евреев Украины, да? Хорошо. Теперь мы поговорим о различных реакциях, да, о различных реакциях, да, евреев и примыкающих к нему групп на вот эти все события. Вначале мы характеризуем события, затем говорим о них.